Друзья, всем привет, хорошего настроения. Сегодня у нас необычное видео, очень и очень долгое, поэтому приготовьтесь, вы увидите сегодня все телефоны мира, но все самые популярные телефоны мира, я хотел об этом вам сказать. Приготовьтесь, сядьте поудобнее, налейте себе чаечку, а может быть даже что-нибудь покушать, потому что видео будет длиться очень и очень долго. Но здесь вы увидите все смартфоны, самые-самые лучшие, и кто досмотрит этот видос до конца, получит титул лучший зритель 2019 года. Но если вам лень, то конечно вы можете посмотреть его частично, друзья. Всем хорошего настроения, а мы начинаем. Перед этим хотел сказать, не забывайте о розыгрыше, давайте мы тоже здесь розыгрыш проведем, Mi Band 4 и условия очень простые, лайк, комментарий, подписка на этот канал и все. Раз поговорим о линейках телефонов компании Nokia. И конечно мы рассмотрим вопрос, какая Nokia самая лучшая. Первая линейка, я ее обозначу как кнопочные телефоны. В 2017 году вышла Nokia 3310, обновленная, но тем не менее это тоже интересный телефон. Также выпустили 8110, есть телефоны 210, 106, 105 классик. То есть в классическом корпусе вы до сих пор можете купить где-то за полтора рубля и радоваться тому, что было раньше. Так вот, Nokia 3310. Давайте пробежимся по характеристикам. Здесь 16 мегабайт, не гигабайт, не путайте, друзья, а именно мегабайт. Да, все как по стариночке. Плюс можно установить карту microSD до 32 гигабайт. Экран 2,4 дюйма, батарея на 1200 мАч. Ну кажется просто малыш вообще, какая-то батарея. Но учитывая, что здесь совсем малюсенький экран, не энергозатратная операционная система, поэтому этого телефона в режиме ожидания хватит на 25 дней, а в режиме разговора на 22 часа. Камера здесь основная на 2 мегапикселя, плюс вспышка. Также присутствует FM-радио, microUSB и этот телефон стоит в районе 3500 рублей. Вот такая официальная цена этого телефона. Конечно, самая главная плюшка этого телефона, его дизайн. То есть это ретроспектива к тому, с чего мы все начинали, да. Через что многие прошли. Конечно, многие купили этот телефон, многие съездили, посмотрели на этот телефон. Даже просто в магазине было интересно глянуть, как он все выглядит. Компания Nokia сделала очень правильную вещь. На различных выставках они в первую очередь пиарили 3310, потому что, ну действительно, это было возвращение. Многим было интересно, обзорщикам было интересно. Они даже бесплатно просто рассказывали об этом телефоне. И сейчас как раз мы перейдем к бюджетной линейке этих телефонов. А пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк просто этому видео. Делитесь этим видео в соцсетях, в мессенджерах, где хотите, друзья. Все это поддержит этот канал. Пишите любой комментарий. Всем хорошего настроения, а мы продолжаем. Здесь телефоны Nokia 1, Nokia 1 Plus, Nokia 2, Nokia 2.1, Nokia 3.1. Ну, в общем, много разных телефонов. Заканчиваем мы 5.1 Plus. На какой телефон обратить внимание? Сейчас вы видите некоторые телефоны, как они выглядят, потому что телефонов много, все они, в принципе, похожи друг на друга. Но отметим, что у компании Nokia есть свой дизайн. И этот дизайн прослеживается от бюджетных телефонов до флагманских. Это реально круто, за это большой респект. Давайте обратим внимание на Nokia 5.1 Plus. Здесь экран 5,8 дюймов, IPS. Это HD+, разрешение. Это не Full HD. Соотношение экрана 19,9 и точек на дюйм 287. Сверху монобровь, которая многим не нравится. Что здесь по железу? Процессоры от тайваньской компании Mediatek Helio P60. Видеоскоритель Mali-G72. И версии есть на 2,16 и 3,32. В плане железа, понятно, здесь делать особо нечего. По габаритам 70,7 ширина, 151,1 высота. То есть, не совсем такой большой телефон для 2019 года. Камера основная на 13 Мп, f2.0. И фронтальная камера на 8 Мп, f2.2. Батарея 3060 мАч. Самый большой минус этого телефона, что здесь нет NFC. В прошлых версиях компания Nokia всегда устанавливала NFC даже в бюджетные телефоны. Здесь ее почему-то нет. Хотя в Nokia 3.1 NFC присутствует, а этот телефон уступает ему по всем характеристикам. Но еще один плюс этого телефона. Этот телефон входит в программу Android One. Значит, он будет иметь поддержку от Google. И это очень здорово. Если этот телефон найти в районе 8000 рублей, то это будет неплохая себе звонилочка. Следующая линейка начинается от Nokia 6. Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 7+. Хочется отметить, что оптика у телефонов компании Nokia от Carl Zeiss. Carl Zeiss это лидеры в производстве линз, в производстве оптики. Она одна из самых крутейших вообще в мире. Так вот, здесь я хотел обратить ваше внимание на телефон Nokia 7+. Экран здесь 6 дюймов. Это IPS матрица, Full HD+, уже разрешение. Камень здесь 660 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 512. И версия на 4.64. В Antutu убивает около 141 тысячи баллов. Железо вам это очень хорошо знакомо, как в Redmi Note 7, как в многих других популярных телефонах. Очень хороший камень, на данный момент справляется со всеми задачами вообще без проблем. Можно поиграть в игры. Габариты этого телефона 75,6 на 158,4. Средние габариты для 2019 года. Батарея на 3800 мАч. И это круто, это хорошая, отличная и большая батарея для этого телефона. Основная камера на 12 Мп Sony IMX 362. NFC, друзья, присутствует. USB-C есть. Миниджек присутствует. Смотрите, в плане характеристик здесь просто полнейший набор. И этот телефон на Алиэкспрессе можно взять где-то за 14 тысяч рублей. Плюс-минус эта цена прыгает. Друзья, не забывайте про телеграм-канал. Кстати, все ссылочки на эти телефоны, на другие телефоны, на телефоны со скидками находятся на телеграм-канале. Телеграм-канал в описании. Проходите, подписывайтесь и не пропускайте большие скидки. Там, кстати, есть скидки на Xiaomi, на Meizu, на многие другие популярные телефоны, купоны и все, что вы, друзья, любите. Поэтому не забывайте об этом. Также Nokia 7 Plus входит в программу Android One. И, друзья, забегая вперед, я скажу, что это, наверное, самая лучшая Nokia на сегодня. Отвечая на вопрос, который поставлен в заголовке. По всем характеристикам, по внешнему виду. Конечно, здесь не безрамочный экран, как принято в 2019 году. Но кого-то раздражает челка, кого-то раздражает капелька. Ну, в принципе, такое себе, друзья. Но можно отметить, что у Nokia есть свой дизайн. Узнаваемый, интересный, да, такой. Меня всегда привлекала компания Nokia именно за счет своего дизайна. Потому что действительно выдающийся, как-то красивый, интересный и в своей стилистике. Это очень здорово. Следующая линейка начинается с Nokia 8. Nokia 8. Также вышла Nokia 8 Sirocco, более премиальный телефон. И более современный телефон Nokia 8.1. Nokia 8.1 на 710 Snapdragon. Также здесь Android 9 Pie. Телефон стоит в районе 30 тысяч рублей у официальных дилеров. Ну, а так можно найти где-то за 22 тысячи рублей. В принципе, неплохой себе телефон, но на 710 Dragon, наверное, уже не актуально за эти деньги. Хотя телефон новый, интересный. Но у компании Nokia на данный момент исторически так складывается, что ценники завышены. Наверное, это самая большая проблема этой компании. Если они будут понижать свои ценники, то я думаю, что и продажи будут повышаться. То и было и славы, то и было и популярность, которая у них была в 2000-х, в начале 2000-х годов, уже нет. И поэтому, действительно, самое привлекательное, что может сделать Nokia, это понизить ценник. И это будет просто отлично. Я хотел бы обратить ваше внимание на телефон Nokia 8. Это прошлогодний флагман этой компании. Экран здесь 5,3 дюйма в Quad HD разрешении. 554 ppi. Просто-просто сумасшедший экран с самым сумасшедшим разрешением. И это, представляете, друзья, IPS-матрица. Это не AMOLED. Камень здесь 835 Snapdragon, видеоскоритель Adreno 540, версия на 4.64. В Antutu убивает приблизительно 207 тысяч баллов. Габариты этого телефона 73,7 на 151,5, то есть это не совсем большой телефон. Основная камера на 13 мегапикселей, f2.0, Carl Zeiss, оптика. Батарея на 3090 мАч, не такая большая. USB Type-C присутствует, NFC есть и мини-джек тоже есть. На Алиэкспрессе этот телефон можно найти где-то в районе 16 тысяч рублей. Тоже можете посмотреть ссылки в телеграм-канале. Ну, у официалов этот телефон будет, конечно, гораздо-гораздо дороже стоит. Ну и последняя линейка. Я выделил телефон в отдельную линейку. 9, Nokia 9 PureView. Это телефон, который узнает каждый человек с полувзгляда. Почему? Потому что здесь просто нереально какое-то сумасшедшее количество камер. И смотрится, друзья, это просто, ну, нелепо это смотрится. Это не очень красиво. То чувство, когда компания Nokia решила просто пойти на какой-то отчаянный шаг. То есть, привлечь себе внимание людей, да, вот за счет вот такого интересного форум-фактора. Конечно, для обзорщиков это круто. Да, то есть, людям уже как бы поднадоели Xiaomi, поднадоели Meizu. А тут вот там несколько камер, что-то такое интересное для обзора. Это реально очень круто. Но для продаж это не продажный вариант. По сути, это такой концепт-телефон, который показывает, на что способен дизайн 2019-го, может быть, и 20-го годов. Ну и самое ужасное в этом телефоне. Все характеристики в нем хороши. В принципе, для флагмана 2018-го года он подходит. Но самое ужасное в этом телефоне. Все модули, которые туда установлены, не дают никакого прироста в качестве фотографий. А это, по сути, самая фишка должна была быть этого телефона. То есть, как и в некоторых китайских телефонах. Стоит две или три камеры, одна из них не работает. То есть, работают только другие. По сути, да, эти камеры работают, но никакого прироста в алгоритмах, в чем-то другом они не дают. И, по сути, за 50 тысяч рублей мы получаем только интересный фору-фактор, хорошие характеристики. И камеры, ну, такие себе обычные. Конечно, для Nokia это вообще не вариант. И, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого телефона. Вот такой обзор получился линей компании Nokia. В ней единственная, кто может подвинуть компанию Xiaomi, это Realme. И о ней мы сейчас очень подробно поговорим. А перед этим я хочу поощрить вас, подписаться на телеграм-канал со скидками, купонами. Различные топы я там составляю, друзья. Подписывайтесь, не пожалеете. И также не забывайте, что на этом канале сейчас проходит конкурс на розыгрыш телефона. Версия 4.64. Все ссылочки в описании. Также плашечка сверху спует на то видео, где нужно выполнить все условия конкурса. И получить свой заветный телефончик, друзья. И активите также на этом ролике. Ставьте лайки, комментарии, пишите его. И так немного о компании Realme. Вообще, если говорить более глобально, то это концерн BBK, куда входят некоторые компании. Такие как OPPO, Vivo, OnePlus. OnePlus больше всего знакомы. OPPO нам и Vivo тоже знакомы. Так вот, OPPO входит в состав BBK. А сама OPPO выпустила свой суббренд Realme. Это произошло в мае 2018 года. Запустили они собственный суббренд Realme. Предназначенный для развивающихся стран. В первую очередь для индийского рынка. Но и мы, друзья, тоже с вами относимся к развивающимся странам. Соответственно, и для нас этот рынок очень подходит. Базовый ценовой диапазон от 145 до 290 долларов. Как раз то, что нам нужно. OPPO очень похож на компанию Xiaomi. И подход развития очень похож на компанию Xiaomi. Это смартфон начального и среднего уровня. И суть в том, чтобы телефон был производительный. Долго работал и стоил очень дешево. Классно. Да, друзья, очень классно. Давайте перейдем к самим линейкам. Вообще, Realme начали развиваться с телефонов Realme 1 и Realme 2. Я их выделил вообще вот так в начале. Они немножко уже ушли в сторону, потому что устарели. Я обозначу сегодня все эти телефоны, которые актуальны на данный момент сейчас на рынке. И первая линейка, или уже под линейка, это C. Здесь два телефона C2 и C2, 32 гигабайта. Около 6800 стоит версия первая. И вторая около 7000 рублей стоит. Отмечу, что они построены на Helio P22. Неплохой, в принципе, процессор. С 400 серии Snapdragon они могут соревноваться. Ну и батареечка не стыдная у этого телефона. 4000 мАч. Ну, для бюджетника прям вообще, друзья, очень окей. А таким образом выглядят эти телефоны. А следующая линейка это Realme 3. Здесь следующие телефоны Realme 3, Realme 3 Pro, Realme 3 Pro с 64 128 гигабайтов и Realme 3i. Realme 3i у нас не представлено, поэтому мы поговорим о Realme 3 Pro. Мне кажется, это самая такая оптимальная версия сейчас на рынке, которая доступна и которая, надеюсь, будет как раз интересна вам. Realme 3 Pro, экран 6,3 дюйма. Это IPS-матрица, стандартный размер для 2019 года. Здесь сразу же 710 Snapdragon. Чуть-чуть он совсем устарел, но, поверьте, друзья, он будет очень даже в порядке для этого года. Версия начинается 4.6.4, заканчивается на 6.128, то есть большой диапазон выбором. Основная камера на 16 мегапикселей. И вторая камера это дача глубины. Здесь нет четырех камер. Батарея на 4045 мАч. Быстрая зарядка сразу же лежит в комплекте. Здесь все отлично. Операционная система Android 9.py, ColorOS 6-го поколения в этом телефоне. И официально он стоит около 15 990 рублей, то есть около 16 000 рублей. Но это для России и страны СНГ. А на Алиэкспрессе вы можете взять его за 180 баксов. Глобальная версия. Здесь как бы окей, друзья. Ценник для всех тех показателей, которые здесь приведены. Очень даже неплох. И реально очень даже это неплохая альтернатива. Следующая линейка это Realme 5. А здесь три телефона. Realme 5, Realme 5 Pro, Realme 5s. Из трех этих телефонов я обращу ваше внимание на Realme 5 Pro. Мне кажется это самый правильный, самый адекватный телефон на сегодня. Он является конкурентом Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Да, ни много ни мало. Двум этим телефоном. И мне кажется конкурент очень даже достойный. Здесь экран 6,3 дюйма IPS матрица. Но вот процессор здесь 712 Snapdragon. Snapdragon великолепный, отличный снаб. В отличие от Redmi Note 8, там 665. На прошке там вообще Helio стоит. А здесь 712. Не стыдно, отличный процессор, который не греется. Очень хорошо справляется со своими задачами. Большой диапазон версии. Начинаются они с версии 4.64. Заканчиваются на 8.128. То есть вы можете и оперативку менять, и основную память. Камера основная на 48 мегапикселей. Круто, друзья. Ширики есть в комплекте. Макросъемочка есть в комплекте. А основная камера от компании Sony 586. AMX 586. Апертура f1.8. То есть, смотрите, основная камера не самсунговская, а именно от компании Sony. Здесь, мне кажется, тоже преимущество по отношению к Note 8. Традиционно так сложилось, что камера компании Sony снимает лучше, чем камера компании Samsung. Батарея здесь на 4035 мАч. Быстрая зарядочка сразу лежит в комплекте. Отлично. Операционка здесь Android 9.py и сверху фирменная оболочка ColorOS. Очень, конечно, не стыдно он выглядит. Если честно, это повторение Redmi Note 8. Почти что один в один. Тот же сканер отпечатков пальцев. Там же такие же камеры стоят и так далее. Но, друзья, для меня в чем плюс вообще этого телефона? В том, что все характеристики не уступают компании Xiaomi. Они даже превышают эти характеристики. А цена у этого телефона очень даже недорогая. Официальная версия стоит около 16 тысяч рублей. А на Алике можно его найти еще немного дешевле. Но уже у официалов за 16 тысяч рублей, если его взять, друзья, то это будет просто великолепные характеристики для этого телефона. А поговорим немножко о самой оболочке ColorOS. Вообще оболочка стала очень даже не стыдно. Она обновляется. И есть, друзья, есть сливы того, что скоро это будет оболочка Realme OS. А всегда, когда есть что-то новое, открывается что-то новое. Здесь как бы окей, друзья, мне это очень даже нравится. Оболочка. В чем ее преимущество этой оболочки? В том, что на ней нет рекламы. Да, компания MIUI сейчас просто внедряет очень много рекламы. Это не всем нравится, друзья. И, кстати, смотрите следующий мой ролик. Я там буду говорить о том, как отключить рекламу на MIUI 11, чтобы она вообще, в принципе, вам никогда не мешала. А на ColorOS этой рекламы нет. И сама оболочка выглядит очень стильно, красиво. Ну, как бы, если честно, очень даже неплохо и очень хороший конкурент MIUI 11. Пишите в комментариях, нужно ли сделать обзор ColorOS 6, всех ее фишек, подробностей, ну и так далее. Может быть, сравнение с MIUI 11. А далее мы переходим к следующим линейкам. Здесь есть такие подлинейки совсем небольшие. X-Lite и линейка Q. Здесь Realme Q. Далее идет флагманская линейка. Называется она X. И здесь пока у компании Realme нет какого-то определенного алгоритма, как выстраивается эта линейка. По сути, она идет к флагманской. Здесь есть и предфлагманы, и флагманы, и все подряд, друзья. X и X Pro. Здесь телефоны XT на 712 Snapdragon, XT на 730 Snapdragon, G и X2. И линейка X Pro. Здесь телефоны X2 Pro, X55G и X Master Edition. По сути, аналогия с компанией Xiaomi, Master Edition, это типа Explorer или Transport Edition. Да, но выглядит он на самом деле не так круто, как у компании Xiaomi, но у него есть тоже свои определенные преимущества. Я хотел обратить ваше внимание на телефон X2 Pro. Здесь очень хороший показатель. Это, по сути, текущий флагман компании Realme. Экран 6,6 дюймов. Очень большой экран. AMOLED, AMOLED-матрица. Соответственно, сканер-допечатка пальцев встроена прямо в экран. Процессор основной здесь вот 55-й Snapdragon Plus. Plus, плюсовая версия, видеоскрытель Adreno 640. То есть, здесь топчик просто по всем показателям. Версия начинается от 6,64, заканчивается 8,256. То есть, большой диапазон. Вы можете выбрать любую версию, которая вам больше нравится. Соответственно, от этого и будет зависеть ваша цена. Основная камера на 64 Мп. Здесь все тоже по топчику. И, друзья, 4500 мАч. Быстрая зарядка. Также есть в комплекте здоровенная батарея для флагмана 2020 года. Это прям очень-очень даже круто. И сразу же с коробочки Android 10, друзья. Фирменная оболочка ColorOS 6. NFC тоже в этом телефоне, конечно же, есть. Хороший флагман. Единственное, друзья, что мне не очень устроило. Задняя крышка. Она, конечно, очень красивая. Переливается все дела. Но нет какой-то своей изюминки у Realme. Все-таки нужно находить что-то свое. Что-то интересное для того, чтобы эту компанию можно было очень хорошо отличать от компании Xiaomi. Хотя градиентный дизайн отличается в целом от компании Xiaomi. Но в целом стилистика, построение камеры и все остальное очень даже похоже на компании Xiaomi. А следующий телефон, на который я хотел обратить ваше внимание, это X55G. По сути, это конкурент Redmi K30. И все его показатели с одной стороны такие же, но где-то есть и плюсы. Ну а первый плюс, здесь экран 6,44 дюйма. И это AMOLED матрица в Realme K30. Там IPS матрица. Здесь, соответственно, сканер отпечатка пальцев встроен прямо в экран. По процессору здесь 765G Snapdragon. И если его выведут на глобальный рынок, тогда я просто буду говорить, что Realme X50 очень даже крутые. Потому что нам нужно на глобальном рынке 765G Snapdragon. Очень даже необходимый. Разброс здесь тоже очень большой. Версия начинается от 6.128, заканчивается 8.256. То есть, основная камера на 64 мегапикселя. Здесь тоже, друзья, все по топчику. Батарея 4500 мАч. Быстрая зарядка сразу же есть в комплекте. Из коробочки здесь идет Android 10.py. Фирменная оболочка ColorOS 6. NFC есть в этом телефоне. 5G тоже есть, друзья, в этом телефоне. Итак, смотрите, Redmi K30 тоже, по сути, имеет такие же характеристики. Но отличие у него не совсем хорошая матрица. И это IPS матрица. Здесь AMOLED. Неизвестно, конечно, какого качества. Но надеемся, что сюда поставят просто топчик. Все остальные показатели плюс-минус одинаковые. Итак, друзья, какие выводы можно сделать в отношении Realme? Это реально очень хорошая альтернатива компании Xiaomi. Показатели хорошие везде почти, что Snapdragon. MTK устанавливается только в бюджетной версии. Самый-самый бюджетный. А дальше идут Snapdragon прямо с самого начала. Причем 712, 710, 655. Это маленьких Snapdragon нет в этих телефонах. Поэтому давай, компания Realme, зажигай. Нам нужна конкуренция для компании Xiaomi. Сегодня мы посмотрим, какой телефон выбрать в 2019 году. А конкретно, какой Meizu выбрать в 2019 году. Для этого мы разберем все линейки этой компании. И посмотрим, на что можно конкретно обратить внимание. Но перед этим давайте поговорим немного о самой компании. История компании прочно связана с человеком по имени Хуан Сюджан. Более известным под псевдонимом Джек Вонг. А название Meizu состоит из двух частей. Мэй, то есть человек, находящийся в тренде, интересующийся новыми технологиями. И Зу, группа людей. Фактически, дословно, Meizu можно перевести как группа гиков. Изначально в качестве основного направления деятельности были выбраны MP3-плееры. И лишь через несколько лет фокус сменился в сторону смартфонов. Итак, давайте начинать. Первая линейка под названием U. Здесь два телефона, U10 и U20. Отличаются они размерами. Продолжения этой линейки, скорее всего, не будет. Отмечу, что это очень стильные, интересные, красивые телефоны. И представляете, за эту цену, а они очень недорогие, у них стекло и сзади, и спереди. И это, кстати, очень круто. На данный момент я не советую брать эти телефоны, потому что они устарели. И, скорее всего, обновления на них приходить не будут. Но вот обратите внимание, как они выглядят. Да, выглядят они на самом деле достойно. Следующая линейка под названием M. Здесь представлены следующие телефоны. M5C, M5, M5S, M6. Это уже устаревшие телефончики. И новые телефоны M8C, M6T, M6S, M8 и UM8 Lite, которые были представлены совсем недавно. Обратите внимание, вот как выглядят некоторые из этих телефонов. А я обращу ваше внимание на Meizu M6T. Пробежимся сначала по характеристикам этого телефона. Экран 5,7 дюймов, 282 ppi, HD плюс разрешение. Видно, что не самый лучший экран, но отметим, что все-таки это бюджетная модель. Процессор здесь MTK6750, что не радует. Версия начинается от 2.16, в Antutu приблизительно выбивает около 40 тысяч баллов. Видеокамера 13 мегапикселей основная и 8 мегапикселей фронталочка. В первом случае апертура F2.2, во втором F2.0. Батарея на 3300 мАч. И, кстати, отметим, что это является плюсом для этого телефона. В основном на бюджетниках батареечка стоит на 3000 мАч, то есть немножечко меньше. Задняя панель M6T от Meizu имеет округленные края, выполнена она из поликарбоната. На ней расположился модуль с двумя камерами, светодиод, сканер отпечатков пальцев и немного ниже логотип самой компании. Весит девайс всего 145 грамм. И, кстати, отмечу, что лакокрасочное покрытие этого телефона, несмотря на его бюджетность, великолепное. Смотрятся эти цвета очень здорово, свежо и интересно. Компания Meizu представляет нам в бюджетном сегменте великолепные красивые телефоны. Радует тех, кто хочет сэкономить, но и выглядит при этом красиво. На нижней части есть порт microUSB, микрофон и решетки динамиков. На противоположной стороне имеется 3,5 мм джек. Ну и, как я уже отмечал, выглядит он стильно красиво. Наверное, один из самых красивых телефонов за небольшие деньги. Еще один телефон, на который я хотел обратить ваше внимание, который тоже достоин, это Meizu M6S. По характеристикам здесь экран 5,7 дюймов, 282 ppi, HD+, разрешение, IPS-матрица. Все, по сути, то же самое, что и в предыдущем телефоне, но процессор от компании Exynos. Когда компания Meizu начинала свой путь, она использовала процессор от Samsung и сейчас возвратилась к этому. Exynos 7872, версия начинается от 3.32, в Antutu около 90 тысяч баллов набивает. Основная камера на 16 мегапикселей, апертура f2.0 великолепна и фронталочка на 8 мегапикселей f2.0. Батареи 3000 мАч и ценник этого телефона около 200 долларов. Сканер отпечатков пальцев перенесли на левую грань и, хотя визуально он стал меньше, скорость разблокировки не изменилась. А по-прежнему достаточно легкого касания сканера и ваш телефончик разблокировался. Это самое большое отличие этого телефона от других. И надо сказать, что это действительно очень интересное, удобное и свое решение, которое сделала компания Meizu. Я всегда за инновации, за что-то новое и это отлично. На нижнем торце расположились порт microUSB, миниджек для наушников, отверстие микрофона и сеточка внешнего динамика. А на верхнем второй микрофон. На Али этот телефон стоит примерно 200 долларов или около 13 тысяч рублей. В общем, ее как ноут. А телефон здесь M5 Note, M6 Note и Note 8. Новинка этого года. Хочется обратить ваше внимание на M6 Note. По характеристикам давайте пробежимся его. Экран 5,5 дюймов, Full HD разрешение, 401 ppi, IPS матрица. То есть экран зачетный, великолепный и отличный. 625 снаб здесь, который работает лучше любого современного МТК. Версия на 3.16 начинается. В Antutu около 75 тысяч баллов. Основная камера 12 мегапикселей F1.9. Великолепная камера. И фронталочка на 16 мегапикселей F2.0. 4000 мАч батареечка. Ну, о чем, друзья, еще можно мечтать. Великолепный телефон. Вы о нем, конечно же, очень много знаете. Многие имеют этот телефон. Отмечу, что здесь великолепная батарея, которая держит очень хорошо. И, конечно же, камеры. Это плюс самое большое достоинство этого телефона. Действительно, его великолепные камеры, которые снимают очень хорошо за свою цену. А на Алиэкспрессе сейчас он приблизительно 100 долларов стоит. Плюс кэшбэк туда-обратно. Вам еще вернется сколько денег. Поэтому, друзья, великолепное предложение на рынке M6 Note. А следующий телефон, который хотелось вам порекомендовать, новинка этого года, Note 8. По характеристикам, здесь 6 дюймов, то есть, действительно, очень большой телефон. Full HD+, разрешение, 402 ppi. И это IPS-матрица. Здесь новый процессор, 632-й дракон. По сути, это 625-й, но улучшенный. Версия начинается от 4.64. В Antutu 102 тысячи баллов. Основная камера 12 мегапикселей, f1.9. И фронталочка на 8 мегапикселей, f2.0. Батарея 3600 мАч. Кажется, что мало, но на самом деле, друзья, это отличная. Это хорошая батарея, потому что даже на современных айфонах батарея гораздо-гораздо меньше. И телефон этот стоит в районе 200 долларов или около 13 тысяч рублей. Meizu Note 8 это доступный 6-дюймовый фабрик с характеристиками среднего уровня и достаточно продвинутой двойной камерой. При этом, немного странно, что производитель перестал использовать букву M перед цифрой модели в названии, так как у предшественников, конечно, мы все к этому привыкли. Возможно, это намек на какую-то новизну и так далее. Но китайцы, в принципе, особо не понять. Это на Dragon 632, который почти нигде не используется. То есть это очень редкий процессор. Разве отмечу, что в качестве порта используется microUSB. Дизайн спинки повторяет заднюю панель Meizu M8. То есть наивинка выглядит, как увеличенная копия своего младшего собрата. Meizu Note 8 получил операционную систему Android 8.0 под управлением фирменного интерфейса Flyme OS или Flyme UI. Великолепный телефон, который подешевел очень хорошо. И на глобалке, если сейчас вы ее берете, то это одно из самых лучших предложений на рынке, как по мне. Следующая линейка, обозначим ее как MX. И включим сюда все телефоны, которые Meizu намешали. И они непонятно, в какой они линейке находятся и так далее. MX5, MX6, E3 и X8. X8 можно сказать, что это предфлагманская модель. Хотя, конечно же, есть очередные минусы в качестве корпуса из пластика. Но, как говорится, с Pocophone все пережили. И с этим делом все тоже переживем. А давайте пробежимся по характеристикам. Экран здесь 6,15 дюйма. То есть, очень большой. Full HD+, разрешение 395 ppi. IPS-матрица. Процессор здесь 710 Snapdragon. Это великолепно. Версия 4,64. В Antutu выбивает около 164 тысяч баллов. Основная камера на 12 Мп. Апертура F1.9. Фронталочка на 20 Мп. F2.0. Батарея 3210 мАч. Телефон стоит приблизительно 300 долларов или около 19 тысяч рублей. На распродаже его можно было взять приблизительно за 250 долларов. И это было одно из самых лучших и выгодных предложений. А лозунг этого телефона. Первая монобровь случилась. Да, компания Meizu все-таки пошла на эту монобровь. Но обратите внимание, как она выглядит. Это действительно очень красивая, такая стильная, хорошая, правильная монобровь. Мощный, но не флагманский процессор. Много памяти. Серьезные камеры. В отличие от флагманов, сканер отпечатков в экран здесь не встраивался. Он расположен в традиционном месте на задней спинке аппарата. И 710 дракон на глобалке за эти деньги. По сути, других телефонов таких нет. А, друзья, прежде чем мы продолжим, если вам нравится такой формат, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Если нравится, ставьте дизлайк. Пишите комментарии, нажмите колокольчик и все будет окей. А мы с вами продолжаем. Идем далее. И следующая линейка раньше называлась Pro. Но Meizu в этом году все перевернули с ног на голову. Поэтому просто флагманы. И здесь мы просто все их перечислим. Хотя не все здесь будут флагманы. Но, в общем, все в этой каше. Попытаемся мы разобраться. Pro 6, Pro 6+, Pro 7, Pro 7+. И новинки этого года. 15 Lite, 15. Meizu 15+, Meizu 16X и Meizu 16TH. Вот такая вот куча телефонов. А первый телефон, который, друзья, хотелось бы порекомендовать. Это оригинальная 7-ка Pro. По характеристикам. Здесь экран 5,2 дюйма. Full HD разрешение 424 ppi. Super AMOLED, кстати, отмечу. Это тоже очень здорово. Центральный камень здесь Helios P25. Не такой мощный, как хотелось бы. Версия начинается на 4,64. В Antutu 67 тысяч баллов выбивает. Основная камера на 12 мегапикселей. F2.0. Фронталка на 16 мегапикселей. F2.0. И батарея на 3000 мАч. Может быть, не такая большая для флагмана. Но здесь Super AMOLED установлен. Он не так много кушает батареечку. Сейчас телефон можно взять приблизительно за 250 долларов. Это около 16 тысяч рублей. Плюс, минус, чуть меньше и так далее. Два экрана, друзья. Это, конечно, круто, интересно, неповторимо и очень оригинально. Хотя сейчас Nubia выпускает что-то похожее. Также не забываем про Utafon. USB Type-C. То есть, всё, что присуще флагману. И за эти деньги, в принципе, телефончик окей. Очень оригинальный и интересный. Ещё интересный телефон. Это Meizu 15. Как только он подешевеет до 250 долларов, 240 долларов, то это будет самый лучший звук за эти деньги, друзья. По характеристикам здесь экран 5,46 дюймов. Full HD разрешение 403 ppi. Super AMOLED. Процессор 660 Snap. Вы тоже уже его знаете. Это великолепный, хороший, мощный процессор. Версия начинает от 4.64. В Antutu около 134 тысяч баллов. Основная камера 12 мегапикселей. F1.8. Фронталочка на 20 мегапикселей. Великолепная. F2.0 и батарея 3000 мАч. Ценник сейчас около 300 долларов. По мне, так это завышенный ценник. Хотя телефон действительно стоящий и интересный. Но всё-таки 300 долларов. Немножечко переплата. 250 будет самый зачёт. Корпус Meizu 15 изготовлен из сплава хирургической стали алюминия. Другое дело, что корпус Meizu 15 оказался на редкость миниатюрным. Не только по толщине, но и по габаритам в целом. По словам представителей компании, дисплей Super AMOLED специально для 15 серии был создан компанией Samsung. И он позволил уменьшить рамку смартфона почти до невидимых расстояний. Таким образом, не только увеличилась площадь экрана, но и сохранилась ширина смартфона удобные 72 мм. Очень интересно аудио возможности этого телефона, ведь Meizu 15 получил отдельный ЦАП Cirrus Logic. Звук отличный, громкий, чистый, с отличной детализацией и с очень низкими частотами. Ещё тут мощные стереодинамики, так что просмотр роликов на YouTube с качественным звуком это как раз таки про Meizu 15. Причём телефону хорошо удается воспроизводить весь частотный диапазон. Также в нём USB Type-C, ну и все остальные прелести. Ну и конечно можно рекомендовать Meizu 16X и Meizu 16DH. Это очень известный и популярный телефон на данный момент. Кстати, цены на Али сейчас упали, ссылочки можете уже посмотреть в описании. Также не забывайте пользоваться кэшбэком SmartySale. На мой взгляд, это самый красивый и интересный флагман на сегодня. Позиционирование Meizu 16DH совершенно чётко. Это новый, мощный, красивый флагман компании. Да, в Китае ещё есть плюсы версии, но за пределы страны эта версия не забиралась. Пока вы видите характеристики на своём экране, мы поговорим об этом телефоне. Оснащён топовыми сенсорами камер, которые создают картинку не хуже пиксель третьего. Экран выполнен по технологии Super AMOLED. Скажем спасибо компании Samsung за это. А внутри установлен не только мощный усилитель для двух стереодинамиков, но и цифроаналоговый преобразователь. Вообще, в целом, компания Meizu начиналась как создатель MP3-плееров. И главный вдохновитель этой компании всегда ратовал за великолепный, хороший, отличный звук. Поэтому, если вы хотите хороший звук, то это, в принципе, компания Meizu сейчас даёт нам такие возможности. А итак, давайте взглянем на все линейки этой компании и проведём небольшой анализ. Если у вас совсем немного денег, то вам поможет бюджетная линейка M. Здесь вы найдёте действительно хорошие, интересные, достойные телефоны. В обзоре я упомянул о них. А нужны большие телефоны с хорошими характеристиками, то это линейка Note. Если вам нужны предфлагманы или что-то в этом роде, это линейка MX. Я бы сюда включил телефон Meizu 15 Lite ещё добавил. Ну и топовые характеристики, топовые камеры и всё это во флагманской линейке, конечно. А всех вас я прощаю играть в игру под названием «Подпишись, не глядя». Давно не разбирали мы линейки на этом канале, это же фишка этого канала. И разберём сегодня линейку компании Samsung. Компания Samsung, южнокорейская компания, многим известно, производит кучу всякой техники, в том числе и телефоны. А нас интересуют в данном случае телефоны. И вышло их очень-очень много. И, друзья, просто можно запутаться во всём этом разнообразии. Какой телефон? А30, А8, М, какие-то G, S и так далее. Очень много различных телефонов. И мы сегодня, друзья, с вами разберёмся, то есть распишем всё по линейкам. Начинаем мы с первой линейки, она называется J. Я решил сюда добавить даже древние телефоны, допустим, J1, J3, J5, J7 2016 года. В принципе, люди ещё ими пользуются. Также есть телефоны и другие, J5, J7 2017 года. Там были другие J-ки, но, в общем, просто места нету, друзья, всё расписывать. И актуальные телефоны на этот год это J4+, J6, J6+, и J8. Вы видите также приблизительные цены, взятые с официального сайта. И понимаете, что бюджетная линейка у компании Samsung, ну, прям, вообще не очень бюджетная. А вы можете обратить внимание, как выглядят некоторые телефоны. Допустим, J4, J8. Выглядит вот таким вот образом. Бюджетная линейка у них одинаковая. То есть дизайн не сильно отличается один от другого. Да, и давайте обратим внимание на один из телефонов. Допустим, J6+. Мне кажется, здесь неинтересные параметры, но есть определённые компромиссы. Пробежимся по ним. Экран здесь 6 дюймов, HD+, разрешение 474 ppi. То есть экранчик здесь, ну, такое, прям, не очень большое разрешение. И это, конечно, не совсем приятно. Далее, ещё интереснее, здесь 425 Snapdragon. В принципе, всё понятно. Это бюджетная линейка, как и в компании Xiaomi. Такая же история встречается, и всё окей. Версию мы рассмотрим на 3.32. В Antutu вся эта история убивает около 35 тысяч баллов. Не так много, конечно, но для бюджетного варианта, как звонилки, в принципе, пойдёт. А камера на 13 мегапикселя, апертура f1.9. Батарея на 3300 мАч. Помним, что это бюджет. Ну, в принципе, окей, тоже нормально. Но далее мы доходим, друзья, до ценника. 12 тысяч рублей или около 190 долларов стоит какой-то J6+. Samsung, вы вообще, друзья, вы о чём там, друзья? На 425-м Snapdragon вы предлагаете нам телефон за 12 тысяч рублей. Есть, друзья, что-то в этом вообще неправильное. Это нехорошо компанией Samsung. Вы должны взять себя в руки и понять, друзья, что вам наступает на пятки просто компанией Xiaomi и так далее. Но многие другие компании китайские просто сожрут вас в бюджетном сегменте. Следующая линейка под названием A. Здесь следующие телефоны. A6, A6+, A8, A8+, A7, A9. Наверное, вам знакомы телефоны A7, потому что они вышли с тройной камерой. Одни из самых первых. И A9, которая вышла с четверной камеры. Которая смотрится просто ужаснейшее. Просто вообще я не понимаю, как можно было придумать такой телефон. Телефон поколения A10, A20, A30, A50, A60. Ну, в общем, там есть еще и другие телефоны. A40, A70, A90. Некоторые из них представлены, некоторые из них еще не представлены. Но, в общем, по факту мы имеем, что A10, A20, A30, A50 уже у нас есть в доступе. То есть, вы можете их в любой момент купить, протестировать, посмотреть, ну и так далее. Также телефон A70, A90 обещают на Snapdragon, на 670, на каких-то 710, то есть самых крутых и так далее. Но ценник, наверное, будет просто зашкаливать, потому что за 670 Snapdragon просит около 30 тысяч рублей. То есть, ну, конечно, это приятно, когда стоит Snapdragon, когда Samsung и все такое. Но, когда ценник зашкаливает так сильно, это уже становится неприятно. В общем, давайте разберем один телефон, который, в принципе, друзья, я вам могу рекомендовать к покупке, если вы любите именно Samsung. Это Samsung Galaxy A30. Экран здесь 64 дюйма, FullG+, разрешение. И здесь, друзья, Super AMOLED. Это приятно за эту цену, что здесь стоит Super AMOLED. 403 PPI процессор здесь собственной разработки. Exynos 7904. Версия есть на 3.32, 4.64. В Antutu выбивает приблизительно 107 тысяч баллов. То есть, ну, неплохой такой процессор. Конечно, это не игровой процессор, потому что там стоит Mali. Но если вы не играете, если вам нужно просто пофотографироваться, там, сделать определенные записи, позвонить и так далее, то телефончик действительно будет великолепен. Камера здесь на 16 мегапикселя, апертура f1.7. Батарея на 4000 мАч. Вот это очень хорошо. Спасибо компании Samsung. Начинает ставить большие батарейки, и это очень приятно. Тем более, здесь вкупе с Super AMOLED она будет вообще жить очень-очень долго. Из фишек здесь USB Type-C присутствует. NFC есть. Минджек присутствует. Все великолепно в этом телефоне. И ценник приблизительно 16 тысяч рублей, если вы берете у официалов. Это около 250 долларов. Но где-то на Алиэкспрессе, где-то на распродажах. Плюс-минус вы можете взять этот телефон еще дешевле, то есть в районе 14 с чем-то рублей. И урвать этот телефончик будет великолепно. Потому что здесь собственная оболочка. Ну, в принципе, как и у всех Samsung вообще, здесь присутствующих One UI. Далее, друзья, есть такая вот небольшая линейка под названием M. Я не буду ее сильно расписывать. Здесь телефоны M10, M20, M30. Но это телефоны не для нашего рынка, поэтому в доступе их у нас нет. Если вам интересно, можете посмотреть обзоры у иностранных блогеров, которые рассказывают про эти телефоны. В принципе, там есть неплохие варианты, в особенности M30. Следующая линейка называется Note. Да, вы все знаете, телефоны Note 8, Note 9, это новые телефоны. Note 9 действительно хороший, отличный, великолепный телефон, но у него есть один определенный минус. Давайте, кстати, посмотрим параметры этого телефона. Note 9, экран 6,4 дюйма. Раньше это было просто лопата, но сейчас 6,4 дюйма, друзья, это, в принципе, все нормально. Это стандарт, то есть вы понимаете, что Note 9 стал нормальным таким телефоном для 2019 года. Хотя раньше он был просто лопатищий, да. Вот такие времена настали. Здесь Quad HD+, разрешение Super AMOLED. И здесь 514 ppi, то есть разрешение в этом телефоне просто сумасшедшее. И хороший большой экран для потребления контента, наверное, будет один из самых лучших телефонов. Процессор здесь, собственно, разработки Exynos 9810, видеоускоритель Mali-G72 MP18. В принципе, очень хороший камень, который в Antutu убивает 235 тысяч баллов. И версия здесь на 6128, то есть сразу 128 гигабайт. Это великолепно на старте начинать вот именно с таких цифр. Камера здесь на 12,2 мегапикселя, апертура f1.5, то есть очень светочувствительная камера, которая будет великолепно и отличные снимки делать. И батарея на 4000 мАч. Друзья, вы видите, наверное, сейчас уже определенную последовательность, да. То есть 4000 мАч, это великолепно. Ну и, конечно, самый большой минус этого телефона, это его цена. Официальная цена его около 71 тысячи рублей. То есть это более тысячи долларов, друзья. И это боль, боль и печаль компании Samsung. Телефон действительно интересный, инновационный. У него есть стилус, то есть вы можете рисовать там различные программулины, сделанные для этого телефона, чтобы вы могли пользоваться стилусом. То есть очень узко специализированный и интересный телефон, который подходит под конкретно заточенных людей, которые могут пользоваться только им. И, друзья, допустим, я симпатизирую этому телефону, но 9, если бы у меня были деньги, я бы его себе купил и пользовался. Потому что мне вот эта концепция со стилусом очень даже нравится. Но за эту цену просто-напросто я, наверное, на ближайшие 5 лет его себе не возьму. То есть он когда подешевеет, может быть, я осилю этот телефон, но... Следующая линейка, друзья, под названием S. Многим из вас, конечно, она знакома. Здесь телефоны S8, S8+, S9, S9+. Это телефоны, которые, ну, так сказать, условно постарели уже. И это флагманы, флагманы компании Samsung. Ну и текущие флагманы компании Samsung это S10E, S10 и S10+. Цены вы тоже, друзья, видите, начиная от 40 тысяч до 125 тысяч рублей. Просто у меня зашкаливает в голове, когда я вижу эту цифру S10+. Понятно, что там 1 терабайт памяти и все такое, но ценник 2 тысячи долларов. 2 тысячи долларов у меня просто в голове не укладывается, каким должен быть телефон, чтобы я купил его себе за 2 тысячи долларов. А на что бы я обратил внимание? Конечно, это дорого, но я обратил бы ваше внимание на 10E. Экран здесь 5,8 дюймов, Full HD+, разрешение. Это супер AMOLED, и компания Samsung всегда почти что ставит AMOLED, даже в некоторые бюджетные телефоны они ставят AMOLED, и это приятно. Но, в принципе, они их и разрабатывают. У них есть открытый доступ к этим AMOLED, 435 ppi. А процессор здесь, собственно, на разработке новый, Exynos 9820. Версия на 6128, то есть очень хорошая. И в Antutu убивает он действительно очень много, 340 тысяч баллов. То есть действительно очень тянучий, очень хороший и великолепный процессор. Видеоускоритель будет уступать конкурентам от компании Qualcomm. Но, в целом, друзья, этого процессора вам хватит просто за глаза для всех задач даже поиграться. И габариты. Мне кажется, один из самых интересных моментов это габариты, потому что 2019 год уходит от компактных телефонов. По сути, нам представляют компактные телефоны только супер большие бренды. Huawei, Samsung и Apple. Смотрите, габариты 69,9 на 142,2. То есть это действительно очень, очень компактный телефон для 2019 года. Один из самых компактных телефонов. Основная камера на 12 Мп, апертура f1.5, то есть очень светочувствительная оптика. И батарея на 3010 мАч. Не такая большая, но, в принципе, вкупе с Super AMOLED, наверное, будет, в принципе, ничего. Потому что Exynos тоже разработанный по 8-минометровому техпроцессору. Кушает батареечку не так сильно. Ну и цена. Конечно, цена это боль и печаль. Около 57 тысяч рублей, то есть чуть меньше 1000 долларов это стоит в телефон. И знаменитая капля или же дырочка вот в самом экране. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то вообще на это не обращает внимания. Но что имеем, друзья, то имеем. Ну и также я обратил бы ваше внимание на Samsung Galaxy S10. Это основной флагман. В китайской версии вы можете взять его на 855-м Snapdragon с двумя симками. И это будет русскоязычная версия. Раздобыть такую версию не совсем легко. Но, друзья, проходите на мой телеграм-канал. Как только появится эта версия, я обязательно скину ссылочки на телеграм-канал. Там подписывайтесь на него. И там, в принципе, есть актуальные цены на другие телефоны, скидки, купоны и все-все-все такое, друзья. Так что, если вам не безразлична судьба этого канала, то обязательно тоже подписывайтесь и на телеграм-канал. Ну и давайте проанализируем всю нашу линейку компании Samsung. Значит, J это, так сказать, бюджетные телефоны. Линейка A, мне кажется, это самая интересная и доступная линейка. Здесь есть A30, A50. В принципе, неплохие телефоны. Если цена на них понизится, то вообще будет великолепно и супер. Линейка M это не для нас. Линейка Note здесь тоже, в принципе, интересные такие телефоны. И линейку S мы только что, друзья, с вами рассмотрели. Xiaomi выходит, друзья, каждую неделю. Поэтому с каждым днем становится гораздо сложнее разобраться во всех Xiaomi. Где какой находится, почему один стоит дороже, другой дешевле. Голова, друзья, идет кругом от всех этих Xiaomi. Для этого я и создал это видео. Линейки всех телефонов компании Xiaomi. И сегодня вы увидите их, друзья, на одном листе. Сможете прицениться и понять, что вам нужно взять за свои деньги. Многие из этих телефонов вы найдете на моем телеграм-канале со скидками на Алиэкспрессе. Поэтому, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки в описании. Также купоны и скидки, если будут, то обязательно я их там тоже отмечу. Вообще, они делятся на два больших сегмента. Redmi и Mi. Сейчас Redmi, по сути, это дочерняя компания. Но мы включим ее в основной как бы сегмент. Итак, Redmi, в свою очередь, делится на некоторый сегмент. Первая под линейка называется Go. На данный момент здесь только один телефон. Redmi Go. Сверхдешевый, сверхбюджетный, насколько это, в принципе, возможно, телефон. Обычная звонилка. Если вам не нужны какие-то особые приложения и много фоточек и видео, то Redmi Go это для вас. Или если у вас денег вообще, в принципе, нет и не подразумевается, то Redmi Go вам в этом отношении поможет. Следующая линейка Redmi A. Здесь идут следующие телефоны. Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi 6A, Redmi 7A и Redmi 8A. Тоже бюджетные телефоны. Здесь они уже немножко повеселее, поподрее. Я хотел бы обратить ваше внимание на Redmi 8A. В этом году получился очень неплохой бюджетник. Все эти бюджетники до 100 долларов привезти. Итак, Redmi 8A. Экран 6,22 дюйма. Уже большой экран. Это IPS-матрица. VHD плюс разрешение. Не Full HD. Стандартное разрешение. Но здесь зато Snapdragon 439. 400 серия. Отличная. Adreno 505 видеоскоритель. Версия 3.32. Для бюджетника уже очень даже неплохо и весело. В Antutu около 90 тысяч баллов выбивает. Все окей. Но фишка этого телефона самая, конечно, основная. Это батареечка на 5000 мАч. Основная камера на 12 мегапикселей. Телефон стоит в районе 5700 рублей. То есть до 100 долларов. Около 85 долларов стоит этот телефон. Хорошая цена, прям вообще очень отличная цена. И MIUI 11, друзья, обеспечена вам в этом телефоне. Поддержка. Все дела. Нужные обновления и так далее. Нравится ли вам такой формат записи? Обязательно пишите в комментариях. И лайком отмечайте все это дело. Подписывайтесь на канал. Репостите это видео. Далее мы обозначим под линейку Redmi. Здесь телефоны Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 7, Redmi 8. Года полтора назад самые популярные телефоны были Redmi 5, Redmi 5 Plus. Реально был топчик за свои деньги. И как бы телефоны очень интересные, с хорошими процессорами. В этом году немножечко мимо идут телефоны. И в прошлом году тоже немножко мимо. Уже их сегмент немножко отходит в сторону. Но все-таки покупатели у этих телефонов есть. Поэтому особого внимания на эту линейку обращать не буду. Они примерно идут от 100 до 130 долларов их цена. Следующая линейка называется Note. Принесшая популярность компанией Xiaomi и компанией Redmi. Линейка Note. Здесь телефоны Redmi Note 4, помните? Да, конечно же, помните на 625-м. Не на Helio, на том проклятом Helio. А на 625-м Snapdragon это был просто топчик. Note 5A. Бюджетник тоже в Note серии. Note 5, Note 6 Pro, Note 7. Note 7 тоже все хорошо знаете, с пятерки вообще все стало очень даже весело. Redmi Note 7 Pro не было глобальной версии в прошлом году, поэтому он не очень популярен. Redmi Note 8T, отличный телефон в этом году. И Redmi Note 8 Pro немножечко пролетел он в этом году. Я бы обратил ваше внимание на Redmi Note 8 и особенно T-версию, то есть та версия, которая дает с NFC. Здесь экран 6,3 дюйма, это IPS-экран. 409 ppi, Full HD+, разрешение. Здесь 665-й Snapdragon. Новый, обновленный Snapdragon. Видеоскоритель Adreno 610. Версия 4,64. Тип памяти LPDDR4X. И в Antutu набирает примерно 170 тысяч баллов. Итак, хочу отметить очень хорошие показатели. Основная камера на 48 Мп, f1.75. Широкоугольный объектив есть, макросъемка тоже присутствует. Габариты этого телефона 158,3 на 75,3. Стандартные габариты 2019 года. Батарина 4000 мАч. Зарядка на 18 Вт присутствует уже в комплекте, спасибо. И NFC, друзья, как я уже сказал, есть в этом телефоне. Цена примерно на Алиэкспрессе 10 тысяч рублей, плюс-минус 162 доллара. Отличные показатели, современный дизайн, пушка для этого года. Учитывая, что Redmi Note 8 Pro пошел на некоторые компромиссы и получился не тем телефоном, которого мы в целом ожидали. Хотя есть у него, конечно, плюсы. Но Redmi Note 8T, версия с NFC, просто пушка этого года. Если вам нужен телефон на все случаи жизни, то, наверное, это самый-самый лучший и оптимальный вариант на сегодня. Следующая линейка Redmi это флагманы. Я обозначу их просто как флагманы. Здесь Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Но, как вы знаете, это китайская версия этих телефонов. Соответственно, аналоги Mi 9T и Mi 9T Pro. И они, по сути, включаются в другую линейку. Но плюс-минус смысл, вы поняли. Телефоны эти стоят до 400 баксов плюс-минус. Следующий большой сектор или же сегмент компании Xiaomi это Mi. То есть, по сути, это основная линейка. Здесь тоже много разных направлений. Допустим, Mi Max. Помните, да? Mi Max 2 и Mi Max 3. Очень хорошие телефоны. Я хотел бы обратить ваше внимание на Mi Max 3. Здесь экран 6,9 дюйма. Очень большой экран. Это IPS матрица. Full HD плюс разрешение. 345 ppi. То есть, пиксели не смогли они все-таки растянуть по этому экрану. Но очень неплохой экран получился. 636 Snapdragon. Отличный, который не кушает батареи. 509 Adreno видеоскоритель. В Antutu плюс-минус 118 тысяч баллов набирает. Батарея здесь большущая на 5500 мАч. Размеры 176,2 на 87,4. То есть, очень большой лопатообразный такой телефон. Для чего он нужен? Для того, чтобы поглощать контент. Это телефон просто идеален. Играть в игры, смотреть видео и так далее. Почему? Потому что здесь еще стереодинамики есть, друзья. То есть, смотрите, стереодинамики сейчас не устанавливают даже во флагманы. Некоторые компании Xiaomi. А здесь стереодинамики есть. За это большой зачет. В принципе, очень хороший, интересный телефон. Камера на 12 Мп. Апертура f1.9. И, к сожалению, в этом году у компании Xiaomi линейку Mi Max не продолжила. То есть, 4 Макса пока что нет. Следующая линейка под названием A. Выделим ее отдельным цветом. Здесь телефоны A1, A2 и A3 этого года. Все вы помните Mi A1, который просто взорвал рынок. Это был просто космос на чистом голом андроиде. Все было окей. Отличный телефончик. Mi A2 прошел стороной. Хотя он был, в принципе, тоже очень даже неплох. И в этом году A3 почему-то сделали с HD плюс разрешением экран. Нам уже были все классные отличные показатели. Ну, по сути, топовые показатели для A серии. И здесь вот такой вот ложок произошел. Не знаю, почему компания Xiaomi так сделала. Но все-таки линейка A, она на голом андроиде. То есть, которая противостоит, по сути, самой же Mi A11. И, по сути, оболочка опережает саму систему в некоторых отношениях. Не во всех, конечно. Далее серия Mi Lite. Здесь телефоны Mi 8 Lite, Mi 9 Lite. И мы ждем Mi 10 Lite. Mi 9 Lite в этом году получился очень неплохим. Немножечко расскажу о нем. 6,39 дюймов экран, Full HD плюс разрешение. И здесь, друзья, сразу же AMOLED матрица. Центральный камень 710 Snapdragon. В принципе, неплохой. Чуть-чуть, чуток уже устаревший, но очень даже в порядке. 616 Adreno видеоскоритель. Версия 664. Есть и другие версии. В Antutu примерно 217 тысяч набирает баллов этот телефон. Батарея отличная. На 4030 мАч. Основная камера на 48 мегапикселей. Sony MX586. Апертура f1.79. Широкоугольный угол есть. И селфи-камера здесь просто пушка на 32 мегапикселя. Есть NFC в этом телефоне. И телефон стоит около 230 баксов. По сути, Mi 9 Lite это повторение основного флагмана этого года. Mi 9. Ну и действительно, Mi 9 лайтовая версия. Далее линейка Mi SE. Телефоны Mi 8 SE, Mi 9 SE. Mi 10 SE мы тоже, друзья, ждем. Mi 9 SE получился очень даже крутым. В прошлом году на Global очки он вышел. Мега компакт 2019 года. Просто супер. Mi 10, друзья, очень-очень ждем, что он тоже будет компактный. Заряженный по полной. И плюс еще отличная батарейка, чтобы в нем была. Тогда вообще будет все топчик. Далее идет линейка Mi. Основная линейка, основные флагманы этой компании. Mi 8. Mi 8 Explorer Edition. Mi 9 этого года. Mi 9 Transport Edition этого года. Также я включил сюда Mi 9T и Mi 9T Pro. О которых я уже говорил не с Redmi K20, а Redmi K20 Pro. Это основные флагманы, друзья. Я не буду говорить о них очень подробно. Вы, наверное, тоже многие подробности о них знаете. Из всех флагманов я бы отметил Mi 9T. Обычную версию по состоянию цены и качества на данный момент. Это, наверное, самый лучший флагман 2019 года. Просто топчик за свои деньги. Следующая линейка это Mi Mix. Возможно, кто-то из вас помнит Mi Mix 1, который был абсолютно нереальным, каким-то монструозно-футуристическим телефоном. Эта линейка всегда движется в сторону суперинноваций, инновационных технологий. Ждем Mi Mix 4. Здесь Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix 3. И четверочку обещают тоже еще более интересные и инновационные. С камерой на 108 Мп, которая на данный момент уже, кстати, вышла. И она вышла в следующей линейке. Это линейка Note. Я очень рад, друзья, представить, что линейка Note у компании Xiaomi все-таки возобновилась. Note 2. Кто-то из вас тоже помнит. Наверное, больше помнят людей Mi Note 3 на 660 Snapdragon. Это предфлагманский тогда был процессор. И в этом году компания Xiaomi совсем недавно бабахнула Note 10. Отличный телефон получился со своими компромиссами и моментами. Поговорим о его характеристиках. Экран 6,47 дюймов. Full HD плюс разрешение. Это AMOLED. 730 G Snapdragon. Видеоускоритель 618. Версия на 628. В Antutu плюс-минус 260 баллов. Хорошие показатели. Основная батарея здесь просто пушка. 5260 мАч. И основная камера на 108 Мп. Апература f1.69 от компании Samsung. И селфи-камера здесь на 32 Мп. Тоже очень плохого качества. Телефон стоит около 600 баксов. То есть очень-очень дорого. Хотя, друзья, хочу сразу отметить. Я согласен с некоторыми обзорщиками, что это все-таки не флагман 2019-2020 года от компании Xiaomi. Линейка Note всегда была предфлагманской. Поэтому можно сказать, что это предфлагман. О чем и говорит процессор 730 Snapdragon, который в этом году просто топчик. Здесь нет стереозвука. Это очень даже обидно. Батарея уничтожается очень быстро в режиме фото и видеосъемки. Потому что камера на 108 Мп с большой матрицей просто пожирает процессор. Соответственно, процессор пожирает батарею. И батарея тает просто на глазах. Это минусы основные этого телефона. Друзья, по сути, мы все телефоны обсудили с компанией Xiaomi. Я не отметил только Mi Play, который прошел мимо. Телефон так себе оказался. Также Pocophone F1 может сюда внести. И мы ждем Pocophone F2. Потому что телефон реально разорвал эти года. И это было просто весело. Компания Honor выпускает очень много телефонов. И для того, чтобы понять всю структуру, мы разберем все линейки. И, соответственно, придем к определенным выводам. Если Huawei по своей сути это классический производитель смартфонов, то Honor это бренд новой формации. Бренд Honor ориентирован на более молодых по сравнению с аудиторией бренда Huawei. Социально активных потребителей. За счет которых компания расширила круг потенциальных покупателей. И это, по сути, суббренд компании Huawei. По ходу разбора той или иной линейки, я буду высказывать свое предпочтение. И обращать внимание на тот или иной телефон. Конечно же, у вас есть свое мнение. Пишите о нем в комментариях. Итак, первая линейка называется Lite. И делится она на две под линейки. Это A и C. Под линейки A телефоны A5, A6. И новинки этого года A7 и A7 Pro. Можно обратить внимание, как выглядят эти телефоны. Также под линейкой C это C6, C6 Pro. И новинки этого года C7 и C7 Pro. Хотел обратить ваше внимание на Honor C7. Значит, экран у него 5,7 дюймов. Соотношение сторон 18 к 9. Центральный камень Snapdragon 430. В принципе, начального уровня. Но не стыдный процессор. 3.3.2. Батарейка на 3000 мАч. Камеры 13, плюс 2. И 8-мегапиксельная камера фронтальная. Также у него есть NFC. Это, кстати, очень-очень круто. И тройной SuperComba слот такой. Куда можно поместить две nano-симки и плюс microSD. Поэтому очень интересный и не стыдный телефон. Бюджетный смартфон в лице Honor 7C оказался во многом примечательным. Все благодаря FullView дисплею, а также качественной камере. Аппарат существенно обновился в программном плане. Заполучив свежий интерфейс и новую версию операционной системы. Это интересное решение в сегменте доступных мобильных телефонов в 2017 году. И подчеркну, за эти деньги здесь есть NFC. Далее легендарная линейка X. Здесь телефоны 5X, 6X. Прошлогодний популярный 7X. И новинки этого года 8X. И добавили в эту линейку 8X Max. Наверное, это единственный адекватный конкурент Mi Max 3. На какой телефон обратить внимание? Очень интересный телефон по характеристикам. Это Honor 8X. Экран здесь 6,5 дюйма. Центральный камень Kirin 710. Новиночка этого года. Видеоускоритель Mali-G51 MP4. Есть версии на 4,64 и 4,128. Также используется функция GPU Turbo. Батарея здесь на 3750 мАч. Очень не стыдная и достаточно большая батареечка. Камера здесь 20+,2 основная. И фронталочка на 16 Мп. Есть NFC. И на Алиэкспресс сейчас эти телефоны не такие дорогие. Но обратите внимание, что в некоторых китайских версиях может отсутствовать NFC. Обязательно это проверяйте. Анонс данной модели состоялся в сентябре 2018 года. Смартфон среднего ценового сегмента Honor 8X заполучил привлекательный внешний вид. Бассивный экран и новый процессор. Нужно выделить модный безрамочный дизайн, который делает аппарат по-настоящему стильным. Следующая линейка N. Ну да, оказывается есть такая линейка. Это флагманская линейка. Президент Джон Джао на одной из презентаций как раз заявил, что у них есть такая линейка. По сути это просто Honor 8, Honor 9 и новинка этого года Honor 10. И так скажем, относительно игровой телефон Honor Play. И мега популярный телефон этого года Honor 9 Lite. Мы отнесем его тоже к этой линеечке. Но отметим, что это конечно же не флагман. Honor Play. Очень лакомый кусочек на рынке. Далее поговорим о характеристиках. Honor Play работает под управлением 970 Kirin. Также используется функция GPU Turbo. Это прошлогодний флагманский процессор от компании Huawei. Есть различные версии, начиная от 4.64. Камера сдвоенная 16.2 и фронталочка на 16 Мп. И батареечка 3750 мАч. Очень даже не маленькая. И из этих показателей очень отличный результат. Honor Play это, можно сказать, относительно игровой смартфон. С мощным железом и продвинутым искусственным интеллектом. Устройство заполучило функцию GPU Turbo. А также двойную камеру. Анонс гаджета состоялся в июне 2018 года. Смартфон получил ряд примечательных фишек, которые способствуют комфортной игре. Но, к сожалению, это только аппаратно. При этом аппарат отличается внушительной производительностью, высококачественным дисплеем и добротной звуковой системой. Ценник этого телефона отличный, учитывая, что здесь центральный камень 970 Kirin. И, наверное, это сейчас самый дешевый телефон на этом процессоре. Поэтому на Алиэкспрессе его можно урвать около 300 долларов или же 18-19 тысяч рублей. И это очень отличное предложение. Далее линейка V. Здесь телефоны V9, а также телефоны V9 mini. Прошлогодний Honor V10, который откровенно не зашел. И мы ждем новиночку этого года Honor V20. Давайте предположим, каким будет Honor V20. Центральный камень, скорее всего, будет Kirin 980. Это абсолютно логичное решение. Full HD Plus разрешение. Где-то экран будет плюс-минус 6,5 дюймов. С модным соотношением сторон, как сейчас принято. Оперативная память будет начинаться от 6 ГБ и, возможно, выше 6,64 и 6,128. И батарейка на 4000 мАч. Ценник будет не такой, наверное, большой. Привязательно 600 долларов. Но его показатели достаточно неплохие для этого ценника. Если это все так и будет, то это будет отлично. Ну и последняя линейка это Honor Magic. Здесь два телефона Honor Magic и Honor Magic 2. Honor Magic прошел первый абсолютно незаметно. Он был только у топовых блогеров, которые его показывали со стороны. Но в целом телефон не зашел. Хотя, в принципе, его можно было купить на рынке. Но, наверное, ценник отпугивал. И ничем другим он, на самом деле, не привлекал. Honor Magic 2 совсем другое дело. Это телефон, так скажем, современный слайдер. Чем-то он напоминает Xiaomi Mi Mix 3. И действительно, очень-очень интересное, красивое решение. Давайте обратим внимание на все линейки. Итак, линейка Lite состоит из подлинеек A и C. Это абсолютный бюджет. Далее средний сегмент линейка X. Линейка N это флагманы. Также включая некоторые телефоны туда. И линейка V это тоже, можно сказать, абсолютные такие флагманы. И эксклюзивные телефоны. Это Honor Magic. Huawei Technologies это одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникации. Основана бывшим инженером народно-освободительной армии Китая Дженнием Джейнфэем в 1987 году. В июне 2018 года Huawei стала лидером по интернет-продажам смартфонов в России, обойдя Samsung и Apple. В 2017 году выручка компаний достигла 92 миллиардов. Прирост товарооборота составил 15% и продано 153 миллиона смартфонов. Вот это показатели. Да, действительно Huawei это та компания, которая конкурирует напрямую с компанией Apple и Samsung. По ходу рассмотрения линейки я буду обращать ваше внимание, на какой телефон из линейки стоит обратить внимание. Но это только мое мнение. У вас есть свое личное. Пишите, пожалуйста, о нем в комментариях. Итак, начнем. Первая линейка это Y. Это, так скажем, молодежная линейка. Здесь телефоны i3, i5 Prime 2018 года, i6 Prime, i7 2018 года, i9 2018 и i9 2019 года. Вот такие молодежные телефончики. Обратите внимание, как они выглядят. 5, i6, i7. В принципе, они друг на друга немножечко похожи. И я бы обратил ваше внимание на телефон i9 2019 года. По мне, это один из самых интересных бюджетников на рынке. Он работает под управлением Kirin 710. По сути, такой самый новый, в среднеценовом сегменте. Видеоускоритель Mali-G51 MP4. Экран 5,6 дюймов, то есть достаточно большой IPS. Камеры сдвоенные. 16,2 и 3,2. И батареечка, обратите внимание, на 4000 мАч. Отличный показатель. Huawei i9 2019 года является самой старшей моделью в семействе бюджетных смартфонов от данного бренда. Его презентация состоялась в октябре 2018 года. На международный рынок аппарат вышел в этом же месяце. Далее линейка Nova. То есть, Nova или же инновационная линейка, так называемая. Конечно же, все это очень спорно. Здесь старенькие телефоны Nova 2, Nova 2i, Nova 2 Plus. И телефоны этого года Nova 3 и Nova 3i. Nova 3i это тот же самый P Smart Plus. Очень популярный на данный момент телефон Nova 3i. Тоже обратите внимание на характеристики этого телефона. Центральный камень Kirin 710, видеоускоритель Mali-G51 MP4. Ничего он не напоминает, да? Камера 16, плюс 2, f2.2. И фронталочка на 24 мегапикселя, плюс 2. Светосила f2.0. И батарея на 3340 мАч. Можно было бы сделать немножечко побольше, но в принципе батарея тоже не стыдная. Сейчас очень хорошие ценники на этот телефон. Также на Tmoli есть. Если вы живете в России, то доставочка очень быстро происходит. И в принципе очень не стыдный телефон. Один из самых популярных телефонов сейчас на рынке. И ценник у него тоже приличный. Анонс устройства состоялся в июле 2018 года. Обратите внимание, по сути, по характеристикам это Y9. Huawei Nova 3. Как по мне, это пока что дорогой телефончик, дорогой аппарат. Вместо него можно взять Honor Play. По сути, те же самые параметры. И, наверное, он не будет ни в чем в основном уступать этому телефону. Поэтому Honor Play будет, наверное, получше. Следующая линейка P. Делится она на под линейки Lite, P и P Pro. Можно так сказать. P9 Lite, P10 Lite. P Smart мы тоже отнесем сюда. Далее флагман P10, P20 и абсолютный флагман P20 Pro. Также еще есть телефончики P10 Plus и P9 Plus. Ждем выхода новых флагманов. Здесь я обращу ваше внимание на P20 Pro. Хотя все вы уже хорошо знаете этот телефон. Я отмечу, что это самая лучшая камера за свои деньги сейчас на рынке. Инновационный, красивый, со своими алгоритмами съемки и так далее. P20 Pro реально топчик за свои деньги. И давайте поговорим о характеристиках этого телефона. Центральный камень Kirin 970. Видеоускоритель Mali-G72 MP12. Экран AMOLED 6,1 дюйма. Соотношение 19 к 9. Три камеры. Основная на 40 Мп f1.8. Следующая 20 Мп f1.6. И 8 Мп камера для оптического зума. Первая для детализации. Вторая для динамического диапазона. Тройная камера дает действительно очень потрясающе отличные снимки. Фронталка на 24 Мп f2.0. И батарея на 4000 мАч. Спасибо Huawei. Вот прям воткнули все, что необходимо. Все, что нужно. Все по максималкам. Далее флагманская линейка под названием Mate. Здесь телефон Mate 8, Mate 9 и Mate 10. И новинки этого года. Mate 20. С каплевидным вырезом сверху. Mate 20 Lightsman на брови. Mate 20 Pro. Как говорится, это самый навороченный флагман от компании Huawei. Но есть и еще один, который немножечко прошли стороной. Это супер флагман Mate 20X. Давайте как раз о нем и поговорим. По параметрам. Центральный камень Kirin 980. Новиночки. Построенный по 7-нанометровому техпроцессору. Видеоускоритель Mali-G76MP10. В Antutu убивает вся эта история. Около 315 тысяч бэмчмарок. Конечно, очень мощный, очень топовый процессор. На данный момент пока что не вышел Snapdragon 855. Сейчас это действительно очень и очень топовая железа. Экран AMOLED 7,2 дюйма. Представляете, это большущий, просто большущий экран. Каплевидный вырез сверху. И тройная камера. Первая на 40 Мп. F1.8. Вторая на 20 Мп. F2.2. И 8 Мп камера для 5-кратного оптического зума. 40 Мп для детализации. И 20 Мп для того, чтобы передать динамический диапазон. И, в общем, вся эта тройная история выдает очень и очень достойные снимки камеры от компании Leica. Что немаловажно. Фронталочка на 24 Мп. F2.0. И батарея, друзья, спасибо вам большое. Экран AMOLED 7,2 и батарея на 5000 мАч. Стоит этот аппарат, будет около 1000 долларов. Приблизительно плюс-минус. Также в нем умная система охлаждения. Графеновая трубка, а не медная. В этом телефоне также предусмотрена поддержка стилуса для максимального удобного управления. Презентация аппарата состоялась совсем недавно, в октябре 2018 года. Экран с рекордно тонкими рамками занимает всю лицевую сторону. Мизерный отступ можно разглядеть лишь внизу. А вот вместо стандартной челки безрамочный дисплей оснащается маленькой каплей с фронтальной камерой. Места для навигационных кнопок просто не осталось. Поэтому они переехали на сам экран. На нижнем торце расположены решетки внешнего динамика, разъем USB TFC и микрофон. Примечательно, что верхняя грань располагает разъемом для наушников и разговорным динамиком, который был вынужден переместиться несколько выше. Вот такой супер-супер топчик от компании Huawei. Действительно очень интересный телефон, который хотелось бы действительно проверить, пощупать и оценить все его возможности. И далее элитная линейка от компании Huawei. Называется она Porsche Design или RS Porsche Design. Это лакшери трубки без преувеличений. И стоит они соответственно как лакшери. Когда смотришь на последний Porsche Design, то понимаешь, что iPhone по сравнению с ним выглядит как обычная трубка. Это действительно от телефона полный эксклюзив. Если вы действительно богатый дядя или тетя, то козырнуть на публике это самое то. Это именно Porsche Design от компании Huawei. Линейка эта состоит из двух телефонов. Обратите, как выглядит Huawei Mate RS Porsche Design и Porsche Mate 20 RS. Это как раз последний телефон от компании Huawei.